Все лето на предприемстве начали выпускать абсолютно новые виды продукции. В уголе ассортимент тут меняется литерально что месяц, а ле зараз ставка робится на здоровое харчаванне. У гомель хлеб праме распрацавана целая линейка корыстных для здоровья присмаков. Например, печенье с вотрубьем и хлеб с пророщенным зернем. Кожны ведают, что пророщенная зерня корыстная для здоровья, а лето каежа в чистом выгляде на любителя. На гомель хлеб праме вы решили корыстное и смачное сполучить и начали выпускать эксклюзивный для Беларуси продукт – хлеб с пророщенным и ржаным зернем. 250 наименее продукции с участной механизованной линии, коллектив профессионалов – гэта гомель хлеб прам сёння. А ясше некольких годов тому ассортимент был совсем невеликий. Можно было перелечить по пальцах. Кожную линию обслуговывало некольких человек. Их праца была вельми складанной и напруженной. Дякуючу модернизации, контроль о малезакожным технологичным процессам ожитоявляется автоматично. Но галлоны не просто максимально загружать в творчесть, а выпускать продукцию, которую за довольнением купят люди. Тому и новые вырубы створаются с уликом гэтага потребования. Печенье, которое является с большим содержанием сахара, жира и высококалорийным продуктом, сегодня, наверное, не интереса уже особого не представляет ни на рынке и не является, так сказать, интересом для покупателя. А вот печенье с зерновыми добавками, где используются зерновые смеси, они являются истинной новинкой. Во-первых, снижается калорийность печенья в разы. И это несет за собой, как я считаю, здоровую пищу. Сдавалось бы хлебобулочные вырубы – это то, что зауседы на наших столах. Але в прошлые годы кулинарные цехи сетковых магазинов забрали 25% рынку этой продукции, что значительно ускладнило работу «Гомельхлебпрама». Однако любая конкуренция – штуршок для развития. Минавито так разважают на предприемстве. Чтобы удержаться в сегодняшний день на рынке, мы осваиваем новые технологии, новые изделия. Совершенно недавно поставлено на поток производства венских пирогов, которые уже осваивают рынок, которые освоили эту продукцию не только на внутреннем рынке, но и, как мы называем, на внешнем рынке. То есть это наши внешние сетевые магазины. Азар из у планах повеличение объема выпускаемой продукции. Хлеба человек больше, чем привык, не съесть. А вот привабить покупника кулинарными вырабами можно. Это как раз стойный керунок, который сейчас нужно развивать. Тем более, что отметная риса любой продукции «Гомельхлебпрама» – выключна натуральная сыровина. Об этом свечить не только смак хлеба, печенье, пирогов и других присмаков, но и их непротяглые термины заховывания.